Здоровья, тут Максим Густарев на связи, и сегодня я поделюсь с тобой простым и функциональным способом правки цвета кожи на лице модели. Поехали! Разумеется, всё, абсолютно всё можно делать с помощью частотного разложения. Удалить прыщи с лица – частотка, выровнять светотеневой рисунок – тоже частотка, да даже удалить какие-то объекты из кадра – частотное разложение справится с этим на отлично. Но если вам лень запариваться, у меня есть простейший способ правки цвета кожи через Huse Touration корректирующий слой. Идём в Photoshop и видим, что наша модель немножко красноватая в тенях. Или не красноватая? А вдруг у меня просто глаз замылился? Ребят, я уже 10 тысяч лет подряд повторяю, что нормальный цвет лица, здорового лица, снятого с естественным светом, к примеру, от окна, должен находиться в строгом секторе цветового оттенка – HSL. Если вы возьмёте цветовой круг HSL и посмотрите на оборот в 360 градусов по хью, вы определите каждый из оттенков. И мы уже прекрасно должны понимать, знать, запомнить, что нормальный цвет кожи должен находиться от 20 до 30 градусов по хью. Всё, что меньше 20 градусов, будет уходить у вас в мадженту, в такой розоватый цвет кожи, поросячий. А всё, что уходит за 30 градусов, уже начинает становиться более желтоватым и зеленоватым. Поэтому самый естественный, самый нормальный скин-тон должен как раз и располагаться приблизительно в этом диапазоне – от 20 до 30 градусов по хью. Разумеется, если вы снимаете в каких-то нестандартных условиях, в холодном освещении, если такая творческая задумка – сделать кадр именно холодным, вы, конечно же, можете нарушать это правило и уходить за пределы нашего сектора. Но всё же большинство кадров, если мы говорим о естественном балансе белого, если мы говорим о правильно настроенном мониторе и естественно отображаемых цветах, у вас узкий сектор, ребят, 20-30%. Давайте посмотрим на этот кадр. Я открою с помощью F8 графу Info, выберу с помощью вот этой пипетки цветовое пространство HSEB. Таким образом, я буду визировать цвет попроцентно в трёх каналах, двух хроматических, одном монохромном. Первый канал хью как раз будет отвечать за оттенок. Беру пипетку и просто навожу мышку на цвет кожи. У нас имеет процентаж 24, 23, 22 и так далее процента. То есть как раз наш здоровый цвет кожи. Но как только я ухожу в тень, там начинают преобладать более холодные тона. Смотрите, 11%, 9%. То есть такой цвет уже очень сильно маджентовый. И вот чтобы избавиться от этого света, его нужно для начала научиться видеть, определять. Понятное дело, если у вас глаз намётан, вы всегда его увидите. Но если монитор не окалиброван, либо у вас какая-нибудь тёплая стена в вашем рабочем пространстве, вы можете даже не обратить внимание на это покраснение. Давайте научимся находить это всё дело. Пользоваться мы будем с вами корректирующим слоем Hue Saturation. Создаём новый слой Hue Saturation, выбираем красный канал, а далее мы делаем вот такую непонятную штукенцию. Hue двигаем на плюс 180%. Ваше изображение становится синим аватаром, здесь пугаться не стоит. Нам нужно выбрать нужные границы нашего выделения. Снизу появляются определённые рамки, которые вы можете двигать влево-вправо. Именно они определяют оттеночный диапазон, на который вы будете воздействовать инструментом Hue Saturation. Ну вот деформировать его на плюс 180%. Нам важны справа две границы, которые мы будем с вами тянуть влево. Кстати, ещё чуть правее написаны точные проценты, на которые мы ссылаемся и определяем процентно границы воздействия нашего слоя. Небольшой флэшбэк. Нормальный цвет кожи от 20 до 30%. Соответственно, мы с вами должны не воздействовать этим корректирующим слоем на процентажи больше, чем 20 градусов. Двигаем правую границу влево, таким образом, чтобы справа мы остановились на 20 градусах. Внутреннюю колонку мы двигаем до 0 градусов. Тоже рекомендую вам просто вот эту часть подвинуть капельку влево, чтобы она не мешала вам более точно выставлять границы. Что мы получили? Наш проверочный корректирующий слой Hue Saturation позволяет нам визировать, отображать, подсвечивать вот этим ярким зелёным цветом все оттенки кожи, которые уходят за 20 градусов в минус. То есть в 10 градусов, 8, 7 и так далее. Становятся маджентовыми. Теперь мы их видим, понимаем то, что там косяк, и нам их нужно исправить. Раз мы уже создали интересную маску по процентно, мы можем скопировать этот слой. Давайте верхний слой я назову проверка, а нижний слой я назову правка. Верхний слой он проверяет, он отображает нам косячные маджентовые цвета. А вот низкий слой может эти косячные цвета исправлять. Если мы сейчас с помощью слоя правка исправим маджентовый цвет на лице, то тогда в проверочном слое у нас вот этого зелёного паразитного цвета уже не будет, и наша проверка сработает на отлично. Мы выбираем слой правка, выбираем опять наш красный диапазон, он уже выставлен так, как нужно, и обнуляем наш Hue. Теперь нам нужно исправить, так как сейчас наше выделение позволяет воздействовать только на маджентовые оттенки, мы просто с вами двигаем Hue вправо до получения нормального скин-тона. Подвину процентов на 16, и теперь я могу спокойно проверочный слой скрыть. Вуаля, моя фотография готова. Давайте посмотрим на до-после. Скрываю слой правка. До-после. До-после. Как вы видите, скин-тон у меня выровнялся, и теперь, когда у меня будет открыта графа Info с помощью пипетки, я могу прокликать на любую точку на своей коже, и цвет у меня, как видите, уже находится около 20%. Вуаля, мы получили то, что хотели. Это был первый способ правки. Как можно это сделать ещё? Давайте слой правка мы удалим, и, к примеру, между слоем проверка и бэкграунд я создам корректирующий слой Selective Color. С помощью Selective Color мы также можем воздействовать на тёплые тона. Мы берём красные цвета, и чтобы цвет изменить с красного на более желтоватый, нам нужно с вами удалить мадженту и добавить yellow. Удаляем мадженту и добавляем yellow. Как видите, также у нас слой проверка отображённый, начинает постепенно-постепенно уменьшать вот эту зелёную паразитную область. Соответственно, он перестаёт визировать противные тона, потому что они исчезают. Есть, конечно, ещё один способ, он чуть более сложный и громоздкий, но тоже рабочий. В каких-то суперсложных ситуациях он может вас выручить. Вы создаёте пустой слой между слоем проверка и бэкграунд, берёте большую прозрачную кисть, делаете небольшой процент прозрачности, можно поставить порядка 20%, хватаете здоровый цвет кожи с оттенком около 20 градусов и начинаете тихонечко мазюкать по вашим подсвеченным вот этим некрасивым зелёным областям. После того, как вы намазюкали это всё добро, вам нужно изменить режим наложения вашего слоя layer 1 на hue. Таким образом вы будете переносить только оттеночную составляющую. Цвет также в тенях у нас начинает исправляться. Давайте посмотрим на ещё одном примере. Здесь я попытаюсь сделать то же самое, да простит меня Настя за то, что я испоганил её лицо, это только в качестве экспериментального урока. Создаём корректирующий слой Hue Saturation, выбираем красные тона, двигаем их на плюс 180%, правую границу мы двигаем до 20 градусов, а чуть левее границу мы двигаем до 0 градусов. Таким образом мы с вами сформируем границу воздействия нашего визирующего слоя. И как вы видите, сразу же у нас появляются эти покраснения в виде вот такой зелёной паразитной засветки, которую мы с вами опять же можем исправить. Просто дублируем наш слой Hue Saturation, выделяем ниже лежащий слой, обязательно нужно выделять ниже лежащий слой для правки. Далее выбираем наши красные тона, обнуляем их и двигаем их на тот процентаж, при котором у нас исчезнет засветка. Теперь мы можем проверочный слой удалить и использовать только слой Hue Saturation правящий. Если какие-то моменты, такие как, к примеру, губы у вас исправились так же и стали оранжевыми, вы всегда в любой момент можете работать с вашей маской. Взять обычную кисть и с помощью масочки прорисовать здоровый маджентовый оттенок губ. Если вы были достаточно внимательными, то, скорее всего, увидели то, что я делал практически одно и то же в первом и во втором документе. Соответственно, мы можем всё это через несколько итераций записать элементарный экшен, который будет это делать за нас. Я записал элементарный экшен, который вы можете скачать по ссылке в описании под видео. Вы просто клацаете на него, и он автоматически создаёт корректирующий слой Hue Saturation, выбирает красные тона, выставляет нужные нам границы от 0 до 20 градусов и меняет на плюс 20 процентаж по Hue. И таким образом мы избавляемся от всех несоответствующих здоровому типу цвета кожи цветов. Вот так вот легко и просто можно визировать покраснение кожи. Теперь, надеюсь, никаких красных пятен у вас на лицах ваших моделей не будет. С тебя лайк и подписка на канал, а в эту субботу у нас на Патреоне будет класснючий стрим по LAB цветовому пространству. Буду показывать, как все эти штуки-дрюки делать с каналами. Обязательно присоединяйся, будет интересно. Ну и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok